Здравствуйте, девушки! Меня зовут Жанна Санжак, и вы находитесь на моем канале YouTube. Те, кто не знает. А те, кто знает меня, и на протяжении последнего года вы постоянно приходили на мой канал, смотрели видео. Также вы приходили на мои открытые вебинары, покупали курсы, получали знания по искусству красоты, и теперь вы владеете этой информацией, и вы мне пишете обратную связь, насколько мои уроки помогли вам почувствовать себя более уверенной, узнать, насколько вы красивы. Поэтому низкий вам поклон за ваш труд, за ваше внимание и за достаточно щедрую обратную связь. И очень часто вы меня спрашиваете по поводу того, Жанна, покажите, как вы делаете макияж, потому что все мои вебинары, они обычно очень достаточно длительные, и я решила быстренько показать, что, как я делаю, то, что я люблю. Ну и, конечно, в преддверии Нового года покажу вам праздничный макияж в моем исполнении с цветными стрелками и с блестящими текстурами, поэтому приступаем, берите ручку, бумагу и записывайте. Подробный список всех средств я обязательно укажу под этим видео. Начинаем! Я подготовила лицо, нанесла средства по уходу за кожей. Следующий этап – это, конечно же, база под макияж. Сейчас я использую новую базу Estee Lauder. Весь список средств, которые я сейчас буду наносить, он будет прикреплен к этому видео, поэтому вы сможете посмотреть. Очень часто я наношу все руками, мне так нравится, потому что это очень быстро, удобно. Таким образом, получается, я экономлю время. Если кожа шелушится, ну, вы уже многие знаете, вы смотрели практически целый год все мои эфиры, и понимаете, что, как работает. На область глаз, естественно, я не наношу. Теперь, следующее средство, которое мне очень нравится, это еще одна база, и мне хочется, чтобы кожа у меня в центре не блестела, а наоборот была более гладкой, ровной и матовой. И сейчас я воспользуюсь этой Айсидора. Средство называется Блюр. И посмотрите, как быстренько и хорошо это средство делает кожу матовой, и, что самое главное, очень здорово заглаживает некоторые неровности, поры, может быть, где-то вот тут вот мелкие морщинки. Посмотрите, видите, как просто мгновенно, и только на центральную зону. Отлично, все без фатнатизма, маленькими дозами, можно еще чуть-чуть вот так вот на носоковной складке. Прекрасно! Следующий шаг – это тональный крем. Это у меня Кристиан Диор Ньют Эйр. Я наношу его, как правило, опять же, на руку, затем вот такими аппликативными движениями, быстренько раз-раз-раз-раз-раз по всему лицу. Так, немножко на лоб, все наношу в основном на центр и потом растушевываю пальчиками или, бывает, вот так вот вбиваю просто спонжем. Получается, ну, очень быстро. Посмотрите, прошло всего лишь 2 минуты, у меня уже практически идеальный тон. Нанесла уже несколько средств. Быстро и удобно. Все, прекрасно! Следующий шаг – это, конечно же, база под тени. Без нее тоже никуда. В данном случае это у меня Нарс. Раз-раз-раз. Раз-раз-раз. Всякие вот эти вот красно-розовые вещи. Опять же, беру быстренько спонж и впечатываю, впечатываю, выравниваю. Все, у меня уже, посмотрите, ровненькая зона вокруг глаз. Следующий шаг – это консилер-хайлайтер Мак. Так, я наношу на зону глаз, там, где есть теневая зона. Раз-раз-раз, пальчиком дотронулась. Раз-раз-раз, пальчиком дотронулась. Везде, где есть розовинка или какой-то там другой цвет. Фиолетовый, коричневый. Угу, посмотрите, уже прекрасно. Это у меня вариант макияжа, который я называю камуфляж. Никаких нет цветовых проблем, да, но при этом и не накрашено. Так как у нас все-таки новогодний вечер, поэтому, что касается консилера под глаза, можно пройтись несколько раз. Для того, чтобы четко все ровненько убрать под глазами, чтобы получилось, посмотрите, как. Также можно, если где-то не справился тональный крем, добавить также консилер. Посмотрите, получается все очень быстро. Когда движения отточены, идеально. Следующий шаг – это, конечно же, пудра. Сейчас я воспользуюсь пудрой. Это пудра LR. Она наполовину идет натуральная, наполовину идет загарная. Беру кисточку, у меня Manly Pro. И вот так вот, быстренько тоже, достаточно смело, избегая зону глаз, но практически вот на все лицо, на глаза. Пудра эта мелкодисперсная, она не дает наслоения, но при этом прекрасно работает, как фиксирующее средство и как легкий оттенок загара. Затем эту же пудру можно будет чуть-чуть и на шею. Но потом туда нанесем румяну. Так, если надо, я могу более темным цветом чуть-чуть отмоделировать лицо. Но это уж если хочется. Обычно я это не особо люблю. Вот, уже цвет лица красивый. Также этой же пудрой я делаю вот такие быстрые движения на глаза, этой же кисточкой. Все, смотрите, у меня уже получается такой фреш-макияж. Теперь красота, нарядность. Нарядность это у меня хайлайтер. Называется Sexy Glow Skin Perfection. Романова Makeup. Сейчас я беру пальчиком и под пик брови, раз, два, три, на выступающую часть скулы, раз, два, три, капельку раз на нос, совсем чуть-чуть на верхний контур, с этой стороны все. Теперь с этой стороны, так, сколько у нас там получается, совсем немного времени прошло, посмотрите, а уже свежо и красиво, согласны? Пожалуйста, достаточно. Так, может быть, даже здесь можно вот так вот быстренько сейчас нанести. Это у меня Essence Блеск для губ розовой. И уже в некоторых случаях это будет чуть ли. Но я очень люблю румяна. Я просто их обожаю. Наверняка вы заметили, иногда бывает перебор. И, конечно же, розовые румяшки на новогодний макияж. Это то, что надо. Сразу посмотрите, насколько хорошенькая, свеженькая личка. Молодая, красивая. Эти же румяна очень часто, конечно же, я использую. И чуть-чуть на шею. Совсем немножко. Для того, чтобы был более плавный переход. Опять же, на все открытые участки около лица желательно использовать для того, чтобы был плавный переход. Брови. Мой любимый карандаш. Ева Мозаик. Кариочи. Подрисовываю пик брови. Делаю его более темным. Немножко удлиняю бровь. Для того, чтобы создать в лице иллюзию треугольника. Вот, в общем-то, достаточно. Эта бровь у меня такая более редкая. Поэтому здесь приходится подрисовывать побольше. Это с учетом, что я чуть-чуть брови подкрасила краской. Если бы не краситель, то вообще были бы просто беленькие, светленькие брови. А так, есть акцент. Все, этого достаточно с бровями. Теперь переходим к макияжу глаз и к нарядным стрелкам. Сначала я сделаю глаза большие. Поэтому я беру тени коричневые. Мне очень нравятся коричневые тени. Плюс я сделала сочетание такое тепло-холодное. Соответственно, для того, чтобы сделать мне сначала большие глаза, нужно тени взять матовые по текстуре. Беру темно-коричневые. Вот эти. Все-таки это вечерний макияж. Поэтому можно в этот день сделать посмелее. Набираю на кисточку со всех сторон. Тун-тун-тун. Чуть-чуть сбросила. Кисточка номер 31 Монлипро. И глаза открытые. Смотрю в зеркало. И вот эта вот часть века, которая самая объемная. Вот такой вот пышной кистью. Затемняю самую набившую часть века. Смотрите, как быстренько получается сразу же нужный результат. Опачки. И уже глаз открылся. Для того, чтобы подрисовать снизу, я возьму кисточку чуть-чуть поменьше. И точно такое же действие сделаю, только по нижнему веку. Не полностью, а в основном, наверное, где-то на до одной треть глаза. Вот до радужки. Вот. Посмотрите. Красиво? Красиво. Немножко неровно? Да. Это нормальный процесс. Теперь. Теперь-теперь сделаю второй глаз. То же самое. Вот она, нависшая часть века. Сюда кисточку ставлю. И пошла растушевка. Слегка. Слегка-слегка-слегка. Я надавливаю на кисточку для того, чтобы сделать вот этот мягкий переход. Как только вы надавите очень активно, может получиться совсем не тот рисунок. А нам нужна здесь мягкость для того, чтобы глаза смотрели с одной стороны ярко, а с другой стороны очень и очень естественно. В качестве вот таких матовых теней вы можете использовать коричневые, серые, черно-серые, винные, темно-зеленые, темно-синие. Любые темные тени будут создавать вот такой вот эффект глубины. И не боимся в новогоднюю ночь сделать глаза поярче. Поначалу может получиться такой немножечко, видите, хаотичный рисунок. В этом нету ничего страшного. Сейчас я подскажу и покажу, конечно же, как это сделать все чисто и красиво. А иногда даже это и не нужно. Потому что мы сейчас будем использовать нарядные тени, которые все прекрасно это замаскируют и будет отличный результат. Кстати, в качестве растушевки очень часто помогают пальцы. Поэтому если вы где-то что-то тут лишнее сделали или у вас не совсем чистенький рисунок, то можно убрать пальцами. Все, и получается уже лучше. Самое главное, чтобы именно внешний уголок глаза, вот эта часть была самая темная. Это визуальная как раз и дает глаз больше по горизонтали и по вертикали. Это просто закон. Я уже это не раз показывала, поэтому я думаю, что вы это уже хорошо знаете. Так, следующий шаг это растушевка. В качестве растушевки я беру опять эту же кисточку, которую я только что наносила, только я убираю лишние тени. Чтобы она была чистая. Румяна, которую я только что наносила на щечки. И это у меня будет цвет, который позволит вот этот вот рисунок коричневых теней немножечко как будто будет размыть и сделать его более мягким и чистым. Если выбирать из этой палетки, то также можно воспользоваться розовым, который здесь представлен. Вот этот розовый тоже будет служить вот этой вот растяжкой. Но просто когда вы используете румяна, и если эти румяна вы используете немножко на веке в качестве теней, то получается единая композиция. Я очень люблю этот прием, потому что это позволяет всю цветовую палитру как связать в единую композицию. И получается очень чистенько, красиво и идет сочетание. Следующий шаг. Теперь мы переходим к нарядным теням и прорисовке межресничного пространства. Наверное, вы заметили, что я обожаю фиолетовые карандаши, потому что у меня глаза имеют серый цвет, серый с зеленцой. Но чтобы цвет зеленый был более сочный, я использую фиолетовый карандаш. Но, так как сейчас я нахожусь в таком достаточно ярко-голубом цвете, то чтобы была более такая единая композиция, я воспользуюсь карандашом, который будет по цвету голубой тоже, достаточно интенсивный для того, чтобы это было гармонично. Яркий карандаш. И я рисую межресничное пространство. Прокрашиваю. И получается, у меня есть небольшой такой отлив этого цвета. Он не смотрится ядрёно, потому что я не люблю такие чересчур искусственные макияжи, поэтому, когда вы мне спрашиваете, Жанна, покажите, как вы делаете макияж, вы, наверное, заметили, что у меня стилистика такая очень элегантная, поэтому я себе не разрисовываю. Как-то креативненько, а всё очень достойно. Это мой почерк. Если кому-то нравится более смело, вы можете, конечно, экспериментировать, девушки. В новогоднюю ночь вообще нету никаких запретов. Вот тут вот мы можем пофантазировать и сделать, а если ещё мало ли вы с друзьями, с семьёй договорились, как-то интересно нарядиться, как никогда. По-моему, это самое лучшее время попробовать что-то достаточно смелое. Так, вот, глаза становятся чуть поярче, появился вот этот вот небольшой отлив. Я сделаю то же самое ещё и снизу, но здесь я еле-еле дотрагиваюсь, чуть-чуть, буквально под радужку, чтобы как будто бы усилить вот этот вот цвет. Видите, и когда идёт сочетание тёплое и холодное, это одно из самых шикарных сочетаний. Оно всегда смотрится очень выразительно, и эти цвета друг друга усиливают. Следующий шаг. Я беру консилер, и консилером чуть-чуть подчищаю тени. Тот рисунок, который я сделала, посмотрите, видите? Чтобы была более аккуратная форма теней в конце макияжа, когда вы уже закончили с рисунком, чтобы вот эту форму усилить, делается консилером. И консилер растушевывается. Он здесь не впечатывается, а именно растушевывается, растягивается. Так, следующий шаг – это нанесение красивых блестящих теней. У меня палетка Лора Мерсье. Вот такая вот, посмотрите, какие красивые цветные тени. Очень много именно таких вот с красивым глянцевым сиянием. Глянцевое сияние – это, знаете, такой эффект влажной перламутровой кожи. Это не перламутр, это, знаете, такой вот как бы глубокий, как зеркальный блеск. Сейчас я воспользуюсь цветом теней. Попробую такие вот прям серенькие, которые могут еще немножечко на контрасте, посмотрите, усилить теплоту теней и усилить контраст по фактуре. Матовое и блестящее. Так, второй глаз. Посмотрите, я наношу все пальцем. То есть за все это время я воспользовалась всего лишь прямя кисточками. Так, вот уже появилась какая-то игра фактур. Следующий шаг – это, конечно же, прорисовка небольших стрелок у внешнего уголка глаза, чтобы придать игривость. И стрелка цветная, блестящая, красивая, нарядная, которая сделает образ, опять же, более праздничным, что ли. Потому что в некоторых случаях, ну, допустим, вот у меня такое строение века, что, чтобы увидеть эти тени, в большей степени нужно глаза держать вот так. И постоянно, знаете, как бы прикрывать их для того, чтобы видно было вот эта вот разница фактур и сияния. А есть девушки, у которых глаза подвижные века очень такое высокое, открытое. И поэтому такие девушки, даже если они будут сидеть с открытыми глазами, широко распахнутыми, у них вот эти все сияние, переходы, блики будут видны очень хорошо. Поэтому яркость теней будет зависеть еще от того, какая форма глаз. Это у меня фломастер, подводка. Так как я рисовала цветную стрелку, но когда я накрашу ресницы, то эта цветная стрелка, она будет незаметна, опять же, потому что у меня такое строение глаз. Поэтому эту цветную стрелку я чуть-чуть вот здесь вот продублирую и сделаю ее темной, для того, чтобы разрез глаз у меня был более четкий. Посмотрите, видите, вот эта линия, она удлиняет и усиливает рисунок теней. Дальше я глаз прикрываю и чуть-чуть дотрагиваюсь до корней ресниц. Но не крашу полностью, а только практически вот до середины. Все, этого достаточно. А теперь я беру вот такую вот красивую и нарядную подводку. Это Urban Decay. И вот сюда, рядышком с тенями, на подвижное веко, и чуть-чуть залезая на черную стрелку, я наношу блестящую подводку. И при вечернем освещении это, конечно, будет смотреться очень красиво. Кстати, вот такие вот блестящие подводки, их можно еще использовать в качестве теней. Вы можете нанести вот сюда на подвижное веко, пальчиком растушевать, и у вас будут очень хорошие стойкие тени. Также для игры света, переливов, можно дотронуться немножечко вот на эту стрелку, которую я сделала, именно по центру глаза. Не надо полностью. Это будет придавать блеск глазу. Следующий шаг – это ресницы. Ресницы должны всю эту красоту усилить и сделать глаза еще в два раза больше. Поэтому мой макияж, он никогда не обходится без керлера. Это мой помощник. Я делаю на середину ресниц, ставлю керлер, удерживаю несколько секунд, отпускаю, и у меня ресницы от середины имеют вот этот вот изгиб. Также я это делаю, но уже с меньшим нажатием и так долго не держу, когда ресницы у меня уже накрашены. Это шикарный прием, который позволяет добиться эффекта, когда ресницы стоят практически вертикально. От этого глаза становятся безумно большие. Вы знаете, я очень часто использую две туши, потому что, например, в одной туши мне очень нравится, как она распределяет ресницы. А другая тушь мне нравится, как она, например, их делает более длинные или плотные. Сейчас объясню. Я сейчас беру свою любимую гурмандиз, потому что как раз вот именно фиолетовая. Она очень хорошо мои ресницы как-то вот раскладывает. Я не знаю, но вы, девочки, догадываетесь, да, что у каждой из нас есть какие-то свои предпочтения по туши и, конечно же, по кисточке. Но в данном случае, так как это макияж все-таки больше вечерний, хочется, чтобы ресницы были не совсем какие-то деликатные, а прямо как эффект накладных ресниц. Я сначала прокрашиваю своей любимой кисточкой тушью, делаю нужный изгиб, чтобы они мне не склеились, потому что именно с этой тушью почему-то они мне не склеиваются. Не знаю почему. А потом внешние реснички я окрашу другой тушью, например, черный, какой-нибудь там эффект накладных ресниц. И делаю именно внешний уголок, вот как раз где стрелка, более такие чернющие для того, чтобы усилить эффект от стрелки. И очень важно, чтобы ресницы и стрелки, и стрелки, и тени, все это было как одна единая форма. Так, теперь я беру тушь Vivienne Sabo Cabaret черную и вот эту вот зону усиливаю, усиливаю, усиливаю. И у меня получается, что здесь ресницы более деликатные по цвету, темно-фиолетовые, а внешний уголок, они как раз-таки чернющие, как стрелка. И идут с ней в унисон. Сохранить вот этот эффект, что верхние ресницы достаточно активные, то нижние, я крашу деликатной тушью, то есть фиолетовой, и не так фанатично, как верхние. То есть практически в основном больше по центру и не очень активно. И в итоге этот прием, он увеличивает глаза, то есть ресницы длинные от туши, и они увеличивают в этой зоне. Здесь ресницы длинные, и они стоят практически, подкручивают, что дает очень хорошую вертикаль сверху. В итоге у меня глаз начинается здесь, а заканчивается вот здесь с ресницами и с рисунком теней. Это что касается вертикали, и стрелка, и рисунок теней, и ресниц, которые уходят в стрелку, дают увеличение по горизонтали, что в итоге получается большой, раскрытый, красивый глаз. Я хочу этой же подводкой немножечко пофантазировать, и посмотрите, и тот блеск, который я наносила в самом начале, и эту же подводку можно нанести и на губы. Губы. Почему бы и нет? Новый год. Могу себе позволить. Но когда еще мы вот так вот можем полностью нанести блески, и при этом чувствовать себя абсолютно уверенными. Это блесточки подводка. Усиливаю еще раз блеском. И у меня получается такой собственного сочинения блеск. Потом у вас будут спрашивать, а где вы купили такой блеск? Вы скажете, я бы сама создала. Ну, в общем-то, все. Теперь последний штрих. Это украшения, которые тоже хорошо бы, чтобы они очень здорово сияли. Волосы. Последний штрих. Тут уже как у вас фантазия, что вам больше нравится. Ну, вот и все. И вот он, праздничный макияж. По-моему, хорошо. Ну, лично для меня это уже просто фантастически, как красиво. И благородно, и элегантно, и ярко. И вроде бы он цветной, но не цветной. Что-то сияет, а где-то матовое. Последний штрих. Это украшения. И уложите волосы, как вам нравится. И, как я говорила, я очень часто делаю керлером уже на накрашенной реснице. С этой стороны я сделала. Теперь дублирую с этой стороны. Делается это очень быстро. Принцип тот же. Только нажать нужно понежнее. И держать нужно очень медленно. Мало. Раз. И все. Опачки. И готово. Посмотрите, как ресницы просто откровенно подкручены наверх. За счет этого приема очень здорово увеличивается размер глаз. Вот такой у меня новогодний макияж. Мне очень нравится. Мне блеска в украшениях, блеска немножко на глазах и в глазах. Этого достаточно. Ну и, конечно же, губы. Но все равно, пока шампанского, любимые салаты. И, конечно же, губы уже будут не такие сочные. Поэтому в новогоднюю ночь чаще всего я делаю акцент именно на глазах. Чтобы этот макияж продержался целую ночь. И целую ночь мы радовались жизни. Этот год был непростой. Я надеюсь, что в следующем году мы будем себя чувствовать более свободными. Будем перемещаться, встречаться, путешествовать, радоваться жизни. Я желаю всем женщинам, всем девушкам любить себя, больше внимания для себя уделять, баловать себя, любить себя и быть любимой. Это, наверное, самое для нас главное. С Новым годом, девушки! До новых встреч в новом году!